Его воля, это Его воля, мы должны стараться прилагать максимум усилий соответственно нашему пониманию, наша ответственность состоит в этом. Если мы искренне идем вперед, то никакие беды не могут нас остановить. Враг внутри, нет врага вовне, враг внутри нас. Быть искренним. Вот что необходимо. Если ты искренен, то ты сумеешь понять советы, наставления Шри Гауранге. Кто способен? Кто способен причинить другому беды? Никто. Человек сам ответственен за себя. Скорее нам советуют видеть внешние реалии в противоположном свете. Все есть милость Господа. Все, что приходит к нам, все это милость Господа. Это необходимо нам, необходимо с большой буквы. Это есть нечто здоровое для меня. Нам советуют рассматривать все с такой точки зрения. Под этим углом зрения все во благо, все к лучшему, все к лучшему. Все проходит через Его руки. Гуру Махарадж. Какой урок Кришна хочет, чтобы мы из этого извлекли? Как? Какой урок Кришна хочет нам преподать этим? Кришна хочет, чтобы мы поняли, поняли, что Он является всем и вся, и Он является нашим другом. Диктатор, правитель безграничного мира, является нашим другом. Пытайся увидеть это, тогда все будет в порядке. Он твой друг, тот, кто контролирует, абсолют, дружественен, дружелюбен к тебе. И любые, все, что приходит к тебе извне, содействует исключительно твоему благу. Необходимо принять абсолютную гармонию. Это принятие зависит от тебя. Ты не можешь исправить окружающий мир, безграничный окружающий мир. У тебя нет силы, мощи, позволяющей контролировать окружающий мир. Но у тебя есть сила контролировать исключительно себя. Контролировать себя таким образом, что ты будешь находиться в гармонии с окружающим миром, и тогда ты будешь счастлив. Это то, что говорит Гита. Бхагаватам говорит об этом. Причина — бед внутри, не вовне. Человек является архитектором своей удачи, своей судьбы. Любая аномалия, любое страдание, дискомфорт, который я испытываю, переживаю, есть мое собственное порождение. Поэтому я должен исправить себя, занять правильную позицию по отношению к окружающему миру. Если я сумею это сделать, тогда я обнаружу, что все в порядке. Повсюду присутствует рука Господа, рука Кришны, повсюду. Он мой друг. Все, что он делает, не идет против меня, не направлено против меня, но призвано меня исправить. Это любящая рука. Меня просят смотреть на окружающий мир в этом духе. Любящая рука Кришны окружает нас буквально со всех сторон. Он, лишь мы, должны занять правильную позицию по отношению к этому, аномалия во мне. Плохое, дурное есть результат моих прошлых действий. Никто не ответственен за это. Эта позиция очистит тебя очень скоро, очень быстро. И тогда ты будешь свободен от всех этих внутренних жалоб, если сумеешь принять этот совет и следовать ему. Это высочайшее указание Господа. Все изъяны приписывай себе и пытайся исправить себя. Тогда автоматически ты соприкоснешься с таким измерением, в котором ты будешь видеть полноту блага, где все будет благим. Если ты постараешься идти в этом направлении, то все твои внешние покрытия будут устранены, и ты будешь неизведен буквально до своей глубинной позиции. И оттуда, в этой позиции, ты сумеешь соприкоснуться с таким тонким измерением, окружающим тебя, в котором ты будешь видеть исключительно благо, полноту красоты и счастья, полноту сладости. Ты сумеешь стать ногами на почву самого тонкого измерения земли сладости на эту землю. И все покрытия, оболочки, многочисленные оболочки будут устранены, а оболочки, в силу которых ты приписываешь себе ложные тождества идентичности в твоем сердце, ты думаешь, это я, это я, это я. Нет, все это оболочки, покрытия внешнего характера. И они уйдут, когда ты совершишь подобный шаг, когда ты придешь к пониманию того, что все благо, все хорошо, и лишь я плохо. И тогда все оболочки будут устранены, и ты придешь к своей глубинной внутренней позиции, положению и естеству, и ты увидишь, что соприкоснулся с измерением, с миром, самым сладостным, самым тонким и наиболее фундаментальным. Ты понимаешь? Да. Если этому совету следует правильно, то и будет подлинное решение всех жизненных проблем. Искренне, мыслью, словом и делами, выказывая нашу благодарность Верховному Существу от всего сердца, словами, мыслями и поступками. Если человек сумеет мыслить так о себе, то очень скоро он будет очищен от всего нежелательного. Когда происходит контакт соприкосновения с Кришна-лилой? Я хочу этого, я хочу того, я не хочу этого. Это все болезни твоего сердца. Больное сердце хочет лишь того, другого, третьего, тысячи разных явлений. Но когда эта болезнь излечится, когда ты будешь здоров, тогда ты придешь к пониманию того, что все предназначено для игр Кришны, моего владыки, и я также включен в число этого всего. Тогда ты откажешься от своего низменного эго. Ты будешь свободен от него, от эгоистических предрассудков. Ты будешь свободен и придешь к океану сладостных волн, туда, где танцует Кришна. Кришна танцует, а я должен находиться в гармонии с Его танцем. Он танцует, Его танец, и мы должны сотрудничать с Его танцем. Это ключ к нашему удовлетворению целостному, тотальному. Наслаждаться, быть квалифицированным, наслаждаться в полной мере Его танцем. Мы также должны танцевать под эту мелодию, совершать это движение. Но отдельный интерес, сепаратный интерес порождает все трудности по-разному. Отдельный интерес – аханкар. Сознание эгоистического, корыстного, сепаратного интереса – это болезнь. болезнь всех нас. Нитай и Гавранга пришли ради этого, для того, чтобы научить нас гармонии. Гармония вокруг нас. Существуют столь многие отделённые браманды, и существуют многочисленные формы жизни, животное, царство растительное, царство минералов. И всё это – изолированные сегменты сознания, аханкары, эго, которые столь огромны. Всё это находится в разных позициях, в разных измерениях – эго. Огромное, великое эго. Иллюзия, заблуждение, нечто противоположное истине, правильному пониманию того, что есть. И мы являемся частицами этого огромного бунтующего или восставшего эго. Мы преследуем собственные интересы. Майя – значит преследование собственных интересов. Люди, подверженные иллюзии, майя – заблуждению, преследуют свои интересы. Ошибочное преследование собственных интересов. Решение рекомендовали многие, давали многие. Но поверхностное решение, глубочайшее решение было дано Бхагаватам, Гитой и Махапрабху Иннитянандой. Глубина решения. Высшая. Абсолютная глубина. Есть. Кришна, танцующий Кришна. Не Нарайана. Не владыка, внушающий благоговение. Нарайана, владыка, абсолютный владыка, также есть. Но Махапрабху говорит, иди глубже, и ты встретишь танцующего Кришну, Кришну, который танцует в обществе Гопа и Гопи. И это твоя судьба, это твое дело. Отправляйся туда, присоединись к их танцу. Песня, флейты и танец. У Нарайаны также есть ответственность. У Кришны ее нет. Нарайана отвечает за дела материального мира, администратор. Но Кришна ни о чем не заботится. Беззаботен. Его флейта все расставляет на свои места. Всем управляет. Флейта способна утвердить гармонию, установить гармонию. Все движется согласно советам буквально флейты, сладостному звуку. Сладостный звук побуждает, вдохновляет все движения того мира. Обрыв записи. Продолжение беседы того же дня. Земной шар, планета в целом. Затем различие между одним телом и другим телом. И затем на уровне тела различие между туловищем и стопами. Существует три типа различий. Повсюду присутствует дифференциация. Дифференциация. Градация. И в этом нет ничего дурного. Если присутствует взаимная симпатия, тогда все в порядке. В измерении гармонии. С измерением гармонии мы должны восстановить связь. Тогда все будет дружелюбным. Благодаря взаимному служению. Служение центру. Если каждый занимает эту позицию, тогда присутствует гармония. раздор и различия посюду. Мы должны в рамках этого занять правильную позицию сами. Развитие носит такой характер. А иначе нет развития, нет высокого и низкого. Все едино. Отсутствие развития, отсутствие движения, единства, не дифференцированного характера. Отсутствие специфики, качеств. Это Брама Лока или Вироджа. Нечто вроде глубокого сна без сновидений. Различия, дифференциация всегда будет. Различия, потери, приобретения следует принимать в настроении игрока. Несерьезно. Нам говорят... Вначале я поразился, когда услышал это от Прабхупады в Бенарасе, когда он объяснял нечто одному Майаваде-бандиту. Он сказал, лев убивает Прасену. Лев чувствует наслаждение, испытывает наслаждение. Он ест кого-то. И тот, кого он ест, тоже испытывает наслаждение, радость. Агрессор и жертва агрессии и та и другая сторона испытывают удовлетворение. От таком измерении идёт речь. Победитель и побеждённые оба удовлетворены. Это возможно в настроении игрока, в лиле. Лила. Безграничная природа. Вечная лила. Это в трансцендентном измерении? Да, в трансцендентном. Разве там одно живое существо поедает другое? Лев съедает другое живое существо. И это живое существо наслаждается подобным страданием? Да. Речь идёт о вечности. Поэтому нет конца, нет смерти. Смерть, убийство там – это лишь игра, драма. Существование продолжается, потому что речь идёт о мире вечности, как в драме, в спектакле. В спектакле один актёр в кавычках «убивает» другого, но никто не убивает. Никто не убивает. Это всего лишь шоу, представление. Поскольку они вечные, то они не могут быть разрушены, уничтожены. Поэтому убийство в смысле этого мира там отсутствует. И тот, кто победил, и тот, кто проиграл, и тот, кто убил, и тот, кто был убит, обе стороны испытывают радость. Мы должны понять это. И побеждённая сторона может получить, может почувствовать, испытывать большую радость. Это также возможно. Если они сыграли свою роль безупречно, то зрители дадут этому высокую оценку. Убитый сыграл свою роль превосходно таким образом. Он побеждён, он проиграл, но он продемонстрировал своё поражение так прекрасно, что аудитория восторгается им, говорит, он прекрасен, он великолепен. Таким образом, обе стороны, обе группы могут оказаться в выигрыше. Проигравшие тоже оказываются в выигрыше. Нечто в этом роде. Речь идёт о вечности, о вечной игре, в которой нет конца. Вечная игра такой природы. Лила, лила значит игра. Иногда Кришна сбирается на плечи своего друга, а иногда его друзья также сбираются на плечи Кришны. Мы все равны, мы принадлежим к одному дружескому кругу. Подобные отношения также имеют место быть там. Мы имеем дело с безграничным и можем сказать, да, это так в определённой степени, но это ли мы чувствуем в действительности, обретая понимание того мира? Обрыв запись, продолжение беседы того же дня. Душа, которая отсутствует в нашей нынешней области оценок и расчёта, в этом проблема. Тело и ум, внешние покрытия, оболочки, они представляют нас, наше «я» в настоящее время. Если язык удовлетворён сладостью, то и я удовлетворён таким образом. Если ухо удовлетворено сладким звуком, то я удовлетворён. Но это внешние вещи. Существует тело, ум и разум, и затем душа, подлинная душа, душа как таковая. Её удовлетворение мы должны искать. «Где она?» Вот в чём состоит поиск. «Что есть моя душа?» «Где она?» «Где это нечто?» И следующий вопрос. В чём состоит её удовлетворение? Мы можем догадываться, строить догадки, воображать. Но фантазия стала реальностью, а реальность заняла место фантазии. Таково положение нас, падших душ. Ночь стала днём, а день стала ночью. «Где она?» «Где она?» «Где она?» «Где она?» Ожидается, что Аранья Махарадж вернётся на четырёхчасовом поезде сегодня днём? Да. Вот эта насильственная лила, лила насилия, она не существует в Гулоке, в духовном мире. Она лишь в материальном мире, нет никакого насилия. Что значит лила насилия? Насилие. Насилие. Если человек очень слаб, то его достаточно слегка толкнуть, и ему конец. А человек сильный, крепкий скажет, я чувствую, мне очень приятно, меня массирует. Он будет чувствовать, что ему делают массаж. Он скажет, о, как приятно. Всё зависит от позиции, от душа вечная, неразрушимая. Поэтому никакой практической боли причинить ей невозможно. Всё это будет лишь подобно массажу. Душа вечная. Душа вечная. Она обладает своей собственной природой. Ей присуща её собственная боль, связанная с её особыми характеристиками, и это чувство разлуки. Она ощущает, я не могу обрести служение Кришне. Пожалуйста, даруйте мне его. Иначе как я буду служить? Я буду поститься. У меня должно быть хотя бы какое-нибудь служение Господу. Как? Служение служит пищей для неё. Служение – это её пища, пища души. Без служения мы умираем, а служение поддерживает нас. Это вечный процесс. Иногда мы постимся, а иногда едим. Махапрабху сказал, Из всех игр, различных игр Кришны, человекоподобные игры являются высочайшими. Игры в различных фазах. Махапрабху говорит, а Пракрита, эти игры, человекоподобные игры Кришны, высочайшие. Глубочайшие. Самые сладостные. Но они должны происходить в измерении Кришны. Речь не идёт об имитации в измерении плоти и крови, тогда то будет Сахаджия. Сахаджия. Существует мир Кришны, измерение Кришны. И речь не идёт об имитации этого высшего явления во внешнем измерении, поверхностном измерении. Подобная имитация скорее породит предрассудки, направленные против реальности. Я читал комментарии Свами Махараджа Парама Каруна. В нём он описывает, он говорит, автор говорит, что это такой прекрасный процесс повторения, пения Харинама. Но он не принесёт результат до тех пор, пока человек не откажется от удовлетворения чувств. Что? Если лишь человек откажется от удовлетворения чувств, лишь в этом случае, это единственное требование. Если возможно для нас продолжать призывать имя, святое имя, следу истинному процессу, реальному процессу, тогда, конечно, этот результат будет достигнут. Отказ от чувственного удовлетворения. Мы будем спасены от очарования, чувственного наслаждения, мнимого очарования кажущегося. Мы будем спасены. Но если взаимодействие, транзакция, призыв имени носит реальный характер. Лишь в этом случае. В противном случае, если речь идёт о Баапарадхе, Намапарадхе, мы будем продолжать совершать оскорбления в адрес святого имени, то подобный процесс не приведёт меня к желанной для меня цели. Существует процесс призывания, призыва имени, призыв святого имени Кришны без оскорблений. Необходим прогресс, улучшение, когда речь идёт о призыве. Наше горячее желание, стремление к Кришне, к святому имени, должны возрастать. Благодаря имени отправиться к Кришне. И желание должно быть искренним, а не имитацией с целью снискать доверие. Доверие ложной стороны, то есть публике «я преданность, не сказать репутацию преданного». Речь не идёт о такого рода торговле, об имитации деятельности и преданности с целью стяжания имени, славы и репутации. То принесёт противоположный результат. Если, принимая жизнь саду внешне, мы стремимся стяжать славу, репутацию или деньги, или всё, что угодно, поверхностное, относящееся к поверхностному миру, тогда подобная позиция не приведёт нас к желанной цели, но даст нам нечто иное, мирского материального характера. Мы должны следовать подлинному процессу, и нам необходимо общество благих преданных. В обществе таких преданных это возможно. Они будут исправлять, корректировать меня на каждом шагу. От конечного, ограниченного, к вечному, безграничному. Это не так далеко следовать этому пути, идти по нему. Это нечто великое, столь многие стадии достижения присутствуют, и многие разновидности очарования должны быть оставлены, отвергнуты по дороге. Поэтому поводырь общества поможет нам в значительной, великой степени. Они помогут нам пройти различные стадии и отказаться от тех предложений, которые будут на этих стадиях звучать, обращаться к нам. Нам скажут, останься здесь, останься здесь, здесь ты будешь счастлив, но необходимо будет всё это оставить за спиной и, двигаясь в центр, достичь Вриндавана. Даже Паравйома, мир, в котором живет Нарайна, Лакшми Нарайна, пребывают, даже его следует оставить, игнорировать. Айодья, Дваракеш, Мадхуреш, все эти концепции Бога должны быть отброшены, и мы должны будем отправиться в мир в измерение Вриндавана. Именно это, сказал нам Махапрабу, учил нас Махапрабу, он объяснил нам, что только там мы будем чувствовать себя дома, сладостным в родном доме. Общество, руководство, мы должны трудиться регулярным образом, систематически и последовательно, а не хаотично. И мы не должны останавливаться на середине пути, на промежуточной стадии, ступени. Поэтому поводырь, руководитель и благое общество, воодушевление, Священные Писания всегда помогают нам совершать это чудесное путешествие. Чудесное путешествие с чужбиной домой. И то будет решение всех жизненных проблем. Не только моих личных проблем, но и другие люди, связанные со мной, обретут решение своих жизненных проблем. Сладостное и высочайшее решение всех жизненных проблем. мы стремимся к нему. Вопрос в том, как достичь дома, как вернуться домой. Мы блуждаем на земле смерти, раздора, конфликта в суицидальном измерении. Мы хотим вернуться домой. Сладкие, сладостные. Дом. Дом имеет определенную природу, и саду будут воодушевлять нас идти к нему. Когда мы устанем в нашем путешествии, будут нас подбодривать. Саду будут воодушевлять нас. Они будут говорить, осталось совсем чуть-чуть сделать один шаг, пройти совсем немного, и мы достигнем дома. Вы приехали, пришли ко мне, чтобы слушать меня, но вы видите, в каком положении я нахожусь. глаза, зрение, отказывает и мозг. Память уже не такая острая. Гавирадж Госвами говорит, «Я настолько стар, я не в силах писать. Я пытаюсь писать. Мои руки дрожат. Но все же я пишу, и это чудесно, это чудо». Крепкое здоровье, острая память, мощная память и действенные, эффективные чувства, не являются квалификацией. Они являются квалификацией. Они являются квалификацией. Анастасия